Батя Я надеюсь, что несколько состоится в мире, когда они шуток Батя Всех приветствуем Батя 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 Всех приветствую, меня зовут Али Хайбати И я первый человек, который буду наказывать Халмыкова Готовиться буду как во всех боях Я буду просто использовать свои сильные стороны и настроиться на победу Как бойца я оцениваю его хорошо, но как человек он ниже плинтуса Халмыков человек с низким интеллектом, он сам не понимает, что говорит Ты не туда залезь, по-моему, Хайбати Ты вообще хочешь драться или нет? И кто такой, чтобы с тобой драться? Я кто такой? Я вот, кто создал твое имя? Физическое наказание его ждет Я эту историю повторю так же Что повторишь? Глобок Глобок Тихо-тихо Тихо-тихо Я считаю бой пройдет всю дистанцию Я хорошо дышу, даже когда у меня дыхалка заканчивается, у меня включается характер В нем вообще не вижу никакой угрозы, никакой опасения До конца его спортивной жизни будут ему напоминать этот бой Калмыков должен отдать все свои пояса мне, если я его выиграю. И я собираюсь сделать то, что сделал белорусская картошка. Буду наслаждаться победой. То, которое потерпит неприятности, это ты. Калмыкову желаю, чтобы в этом бою ушел с большими потерями. А себе желаю победы. Зрители в первом эфире, я прошу собрать побольше людей сейчас перед экраном, потому что сейчас будет жесть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Честно, блин, я уже немножко подустал. Мой прогноз был на второй раунд, но я желаю Киберку, чтобы он закончил в первом раунде. Чтобы мы все благополучно пошли домой пораньше. Ну давайте немножко растянем удовольствие. Я думаю, ой, Али не так быстро хочет сдаваться. В этом бою... Бой суразен, вот ли, то есть разница в антропометрии, в невооруженном глазах видна. Здесь разница во всем невооруженном глазах видна, если честно. Все бескураженные боли. Я здесь сто процентов болею за Мухаммеда Кламыкова. Мне еще его ранние бои очень сильно нравились. Его нестандартная техника. Ну вот я имею в виду бои в кулачке. Наш бой как тебе понравился? Мне ваш бой понравился. Если больше скажу, ваш бой, который, надеюсь, наконец-таки состоится. Вот там я реально буду за тебя болеть. Мне прям... Сто процентов. Честно, удивленный и приятно. Спасибо. Мне вот оба, и твой бокс, и его бокс, и твое видение в бою, и его видение в бою очень нравится. Но именно в этом заю мне прям... Мне прям хочется, чтобы ты доказал, что это не лаки-панч. Потому что я там лаки-панча не видел. Я пару дней назад это пересматривал в Рилсе. Да, еще есть. Еще есть интервью у Казбека, у кого я проходил подготовку к бою Комукову. Там было ясно сказано. Второй раунд нокаут, первый раунд мы хотели прощупать. Но чуть-чуть даже в заблуждение водили Комукова. Мало атаковал, чтобы он подумал, что вот... Что типа можно повальяжнее с тобой работать. Да, пока мы видим тотальное превосходство Комукова. Это просто, как говорится, клише боксера, это, не знаю, бойцы с разных планет. Да, ну, как-то... Али вообще ничего не может сделать. К слову, до поединка общался с менеджером Комукова Виталием Тарасовым. Он прям утверждал, что Киборг скинул вот эту лишнюю мышечную массу, да, которую, может, он раньше чуть мешало. Провел шикарно в лагере и вот прямо акцентировал, что он очень легок на ногах. То есть именно тот, как обращали внимание, что вот эта легкость появилась в его действиях. Мы знаем бокс, это во многом и передвижение на ногах. Посмотрим. Ну, на данную секунду, блин, ну вообще по поединку с Алихи, братья, оценивать кондиции Мухаммеда, мне кажется, пока преждевременно. Особенно по первому. Ну, несмотря на то, что мы очень сильно любим друг друга с Мухаммедом, я скажу честно, мне кажется, Калмуков сам понимает, в каком раунде закончить. Мне кажется, он пока не старается закончить этот бой. Как мы Уэйзер с Макгрегором, ребята, собрались, пришли сюда, давайте. И первым. Монни, гушь, бей. Мужчта Алаки Ассан не хобэзань, амми? Ассан лазым не мужчта Алаки бэзань, амми? Амми муштики, кейзань, мы бэдгом бэчасбэз, амми? Бэчасбэз. Мы ваше не думу, са на души ее дождались, но их просто нет. Мы всегда ждем, в каком раунде Калмуков захочет поставить точку. Мне кажется, по первому отрезку все понятно. Я давал прогноз на второй раунд, посмотрим. На конференции Калмуков говорит, что я буду избивать тебя четыре раунда. Пока ни одного нокдауна не дождались, да? Да, твои прогнозы вообще не зашли. Если тебя ставил бабки, я бы был сын. Да, е-мое. Сходил в прямую эфи, да? Надеюсь, мои прогнозы никто не слушал и не ставил по ним. Не, ну здесь разделяю, Хамза, твою точку зрения, что просто киборг выбирает, когда ему закончить. Захочет четыре раунда, провозит четыре раунда. Балка двух сторонах и батя скажет, я обычной сантехники берусь с тобой четыре раунда. Ты не смог со мной ничего сделать, 12 минут для этого не хватило. Я помню, был же бой Майка Тайсона в моей ранней юности. Когда он только вышел из тюрьмы, он играл против какого-то белого и просто с первого удара. Вот и первый нокдаун. Поздравляю! Зашло. Все, 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 все. Будете продолжать дальше дальше? Наверное, нет. Можно продолжать? Продолжать. Надо будет до второго нокдауна, который случится, мне кажется, очень скоро. Сейчас он будет развивать, конечно. Ну, как бы, да, Тимур, не время, да, для вот этих вот ремарок, на настоящее время, потому что здесь как бы в секунду, в секунду может все закончиться. Опять же, развивать, если он планирует закончить, я думаю, что-то не могу. В этом плане очень тяжело было комментировать бой Емелья Инкудации, когда там, да, сразу нужно было что-то накатить, хоть успеть за эти 13 секунд. Что-то сказать мы успели, да. По словам мы что-то успели, бряк-то, да. Не в попад, но успели. Да там как будто никто и не слушал, там хватило вот этих 13 секунд. В принципе, те слова, что мы произносили, тогда будут применимы и здесь. Выживает Алихий Батя, полное, тотальное доминирование Алихамеда Кимберга-Коломыкова. Такой вопрос на засыпку, хоть одно попадание в испанное фибраке вы видели? Не обратил внимание. Такое понятное дело, что что-то доменцимое касалось, но именно акцентированный удар, который был задуман или несен. Я, честно говоря, такого не помню. Тут еще что-то в том, что я как зритель всегда... Я согласна с твоей точкой зрения, что в любом противостоянии, как бы это там, не кичился тем, что да я объективен, я за обои, но все равно ты на чью-то сторону устаешь. Сто процентов. Физиология такая, то есть банально, я уже много раз говорил, цвет, шорт нравится больше или там... Да даже угол бойца, он все равно не считает, что был угол бойца, и потом в конце все такие несогласны, сразу нет, наш побежден. У него есть привычка, когда у него плечо вылетает, там, не знаю, еще что-то схватит. Это бой по боксу тэквандиста против мужчины, да, так называемого. Пауза, наша командарская позиция нависла. В принципе, и в Заре тоже все ждут, когда же это случится. Вот и мы, друзья, как и вы, просто... Ну, мне кажется, здесь все равно, нет никакой интриги, не так интересно смотреться. Да, до боя? Была ли эта интрига до боя? Ну, вот я и говорю, что здесь нет никакой интриги в этом бою, поэтому... Ну, мы сейчас создаем интригу, мы такие, будет нокаут или не будет? Все, значит, сейчас и бать не порвет нокаут. То есть нокаут химать в третьем раунде, да? Смотрите внимательно, не проморгайте. Так. Давай, пленоков, подари нам за сегодняшний карт что-нибудь интересное. Да, да, да. А вот я там бы начал. Ну, он сейчас Калмыков хорошо провалил, блин, наразвей. Это свое действие. Алим-то раскрывается на раз-два. Там не нужно какой-то техникой обладать, чтобы вскрывать его. Стоп, стоп! А при том, что у Калмыкова-то техника есть, давайте признаем. Техника есть, но вот у него уже сколько он с момента того, как он Ковалеву сначала проиграл первое поражение, прошло сколько? Да, но удары. Вот, давайте сейчас. Дважды, называю хайбати мужчиной. Дважды проигрываешь своих прогнозов. Кстати, мы тоже сейчас на третий раунд встали, да? И дальше, ну, хорошо, хорошо. Он еще закончился. Блин, неужели Калмыков сдержит те слова, данные на конференции, что он четыре раунда будет с ним возиться? Ну, пока, честно говоря, вот этот третий отрезок я не могу внести в актив к киборгу. Если в первых двух там просто, ну, кошка с мышкой, да, делал, что хотел, то в третий раунд какой-то свалился на вот эту возню непонятную. И разница в классах, она как-то нивелирована. Так, Али устраивает шоу. Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп! Стоп, стоп, спокойно, спокойно. Горай! Да, пошла жара. Али сам ждет, мне кажется, своего нокаута. Подбадриваясь уже Калмыкова. Типа давай, я уже хочу спать. Стоп, стоп, стоп! Бомс! Это чьи там крики-то все слышат, мне кажется, да? Да. Вот ошибка Калмыкова, что она носит подаваться. Потому что, может, было немножко поднокровнее действовать в этом районе. Ну, слушай, вот почему-то я сейчас это произнесу, но Али молодец. Молодец, он что-то вывел его на эмоции. Вот у нас повторы самых ярких моментов. Какая серия. Ну, он сейчас, смотри, провалил хорошо. Ну, не в этом, конечно, повторы, а в предыдущем. Четвертый раунд этого завораживающего, наверное, до его начала противостояния. Потому что здесь, как-то, подогрели ребята. Крестинский, Дагестанец, бездорогая, бой. Нет, реально Хейбати меня очень сильно удивил. Он заслужил в районе, я не думал, что он будет играться все четыре раунда. Да и были моменты, где он просто мог сказать, что он на плечо вылетел. Или не встать после того попадания ниже корпуса. Он восстановился, встал, да. Берется и огрызался в третьем раунде достаточно неплохо. Хоть там особо попадания не было, но, тем не менее, Аскал показывал. Местами сам вперед идет, да. Местами сам вперед, да. А так, как будто очень много похвалы получит Али, если просто по очкам проиграет. Продержался, да. Да, да. Как правильно Хамзат сказал, я простую сантехнику против тебя продержался. Да, да, да. Пока ты тренировался, я учился в университете. У него уже вот эти все эпитеты. Все-таки надо понимать, что, как-никак, Калмыков у нас считался лучшим классником мира. А тут отличный сантехник, он занимается спортом, год-полтора от силы. Это так, то, что у него есть брат персидский дагестанец, он с ним везде на камерах, есть медийка. И поэтому за счет этого он может выступать на рингах и получать заработки в последнее время. Так, буду добивать, нет? Но в клинче спасается, ты бачишь. Сейчас, а не минуты, сколько еще времени осталось. 40 секунд, как мы слышим. Ну давай, Мухаммед, сделай красоту на последних секундах. Если, конечно, мы тебе надо. От меня он однозначно славит, если пройдут все четыре раунда. Я люблю, как ты сейчас будешь в ринг. Не, я в итоге не собираюсь. Ну что, под конец все-таки удастся или встанет ки-баки? Я думаю, встанет, да? Ну, Жмаре тоже все-таки смотрит, да, Эдин Обложник, не пытался встать сразу же. То есть там команду 6-7, да, он поднялся. То есть хочет установиться. Ну что, слушаем хейт от Камзата Маэстро Куриева в адрес? Вот он, наш излюбленный, лучший классик. Сюда, за бой. Берется все четыре раунда. Сколько сарказма в этих словах. С самтехником. Сколько сарказма. Сиди отсюда, блин. Ну, в отличие от него, я комментирую объективно и ни разу не оскорбил. А Мухаммед, комментируя бои в персидской водоинстанции, он бы много раз себе позволял лишним. Что-то там, по крайней мере, стараться быть объективным, да? Я думаю, на этом вечер не заканчивается, да? Что мы думаем? Что, братик? Сантехник с лучшим кулачником мира. И вот мы слушаем, как Артем Тарасов берет интервью в прямом эфире у Камзата Куриева. Дамы и господа, в главном событии вечера, после четырех раундов бокса, единогласным решением судей, победу по очкам одержал боксер из красного угла, Мухаммед, Кибар, Калмыков!